Друзья, если у вас нет возможности читать рассказ Надежды Теффи «Жизнь и воротник», смотрите это видео. Это короткая история о том, как одна безмозглая баба не умела контролировать свои расходы. Написала рассказ Теффи в начале 20 века. События происходят в тот же период. Итак. Человек только думает, что он властвует над вещами. Бывает так, что какая-то мелкая незначительная вещица может изменить его жизнь. Оля Розова уже три года была честной женой честного мужчины. Была скромной, мужа любила. И вот как-то она в магазине купила крахмальный дамский воротник с жёлтой ленточкой. Дома примерила перед зеркалом. Прикольно. А если ленточку привязать не спереди, а сбоку, будет ещё круче. Появилась проблема. Воротничок не подходил ни к одной кофточке. Нужно было покупать новую. На следующий день Ольга купила новую кофточку. Померила. Прикольно. Но юбка чутка не подходит. Нужно покупать юбку. А вот денег уже нет. И что делать? Правильно. Олечка заложила в ломбарде драгоценности. Стало совсем тоскливо, когда воротничок потребовал новую обувь. Оля даже плакала. На следующий день она заложила часы. Но зато купила новые башмачки. А вечером попросила бабушку дать ей денег на шляпку, пояс и перчатки. В следующие дни Ольга бегала по всем родным и знакомым. Она лгала им и клянчила деньги. А потом купила дурацкий диван, от которого тошнило и её саму, и мужа. Но зато воротничок был доволен. Ольга во всем потакала ему. Она обстригла волосы, стала курить и громко хохотала над похабными шутками. Ольга понимала, что она стала зависимой, как наркоманка, но ничего не могла с собой поделать. Она даже об этом рассказала мужу. Но он ей не поверил. Подумала, что она так пошутила. Ведь не может же его жена быть настолько тупой. Однажды Ольгу пригласили на вечеринку. Саму, без мужа. Воротник надел себя на шею Ольги и поехал в гости. Там он вёл себя развязно. Олечку лапал какой-то студент, и воротник ему разрешал. Когда студент провожал Олечку домой, то поцеловал её в губы. Воротник разрешил. Тогда студент повёз дурёху в ресторан. Сели в отдельный кабинет. Там студент себя уже не сдерживал. Олечка вернулась домой под утро. Муж ждал её с квитанциями из ломбарда. Где ты была? Я волновался. Где? Со студентом развлекалась. А деньги? Куда ты их делала? Измена? Мужа не беспокоила. Он думал про деньги. Профукала. Спокойно ответила жена. Муж развёлся с ней и уехал в другой город. А воротник потерялся при стирке. Теперь Олечка работает в банке. Она, как и когда-то, очень застенчивая. Вот такой рассказ, друзья.